В студии Татьяна Голубева в ближайшие 10 минут Я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях дня Смотрите в этом эфире Достаем тазики В Барнауле отключили горячую воду Судьба усадьбы Михайлова в Барнауле решена Большинство барнаульских общественников признает Все же шансов на то, что основное здание останется в целости и сохранности Практически не осталось Исторические здания на проспекте Социалистическом продолжают разбирать Первый шаг на профессиональную сцену Нам нужны кадры Поэтому изначально миссия была такова Музыкальный театр края принимает участников фестиваля курсовых и дипломных работ Тепленькая ушла Достаем кипятильники, тазики или включаем водонагреватели У многих барнаульцев сегодня отключили горячую воду Это недолгожданное событие случилось у потребителей, чьи дома обслуживают ТЭЦ-3 С 13 по 22 мая энергетики по этому контуру проведут гидравлические испытания теплосетей Выявляя возможные порывы и проблемные участки С 23 мая они приступят к их ремонту, который продлится до 5 июня В этот период горячей воды не будет у жителей индустриального района, части Ленинского и Железнодорожного Под отключение в том числе попадают жители поселка Новосиликатный и Спутник Следующим этапом с 17 июня энергетики приступят к капрессовке и ремонту сетей по контуру ТЭЦ-2 Подача горячей воды тогда будет прекращена до 19 июля А вот когда с лица земли навсегда исчезнет старинная усадьба купца Михайлова Пока неизвестно, но ее продолжают активно разбирать Напомним, на протяжении нескольких месяцев общественники пытались вмешаться в разрушительный процесс И остановить его, но безуспешно Однако выводы краеведы сделали, какие, выяснял Илья Кочетков Куча строительного мусора, все, что осталось от двухэтажного флигеля Здание начали разбирать первым и на прошедшей неделе завершили работы Данил Дегтярев, следивший за судьбой усадьбы с самого начала, говорит Видел, как вывозили старинные и еще крепкие кирпичи Основное здание тоже постепенно теряет очертания И хотя краевые власти и Алтая Хронкультура говорят, снос законен Краевед не теряет надежды усадьбу сохранить Гражданский патруль, с которым мы сотрудничаем Сейчас пытается оспорить решение Алтая Хронкультуры По поводу отмены, даже не отмены, а отказа во включении в реестр В качестве выявленного объекта Ну, там речь идет о судебном разбирательстве Большинство барнаульских общественников признает Все же шансов на то, что основное здание останется в целости и сохранности Практически не осталось Но они же говорят, вся эта история вывела общественную активность барнаульцев На принципиально новый уровень Такого отклика простых горожан, признается Дегтярев, он даже не ожидал В социальных сетях и во время уличных пикетов Против сноса усадьбы выступили сотни барнаульцев Добиться своего люди не смогли Опуская руки, говорят, будет уроком Ведь в краевой столице еще много строений, судьба которых под большим вопросом Только в 2006 году наряду с усадьбой Михайлова Статуса памятников было лишено 31 здание Мы хотим обратиться в Алтайское краевое законодательное собрание С просьбой отменить решение 2006 года Об исключении из реестра хотя бы тех семи зданий Которые достояли до настоящего времени в хорошем состоянии В не слишком измененном То есть их можно просто вернуть в реестр памятников и охранять их Илья Кочетков, Алексей Фризин, День с толком Это здание сохранить тоже не получилось И основная причина взрыв бытового газа Сегодня ночью на Южном Власихинском проезде горел гостиничный комплекс По словам очевидцев, до пожара они слышали громкий взрыв В результате пламя повредило крышу и мансарду, а также первые и вторые этажи Всего огонь охватил 150 квадратных метров Для ликвидации ЧАЭС пришлось вызывать дополнительные бригады спасателей О том, находились ли в здании люди, не сообщается Пострадавших нет В тушении принимали участие 6 основных и специальных пожарных автомобилей И 25 человек личного состава противопожарной службы Привлекались сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи и газовой службы Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня на соседние строения Пострадавших в результате пожара нет Продолжаем выпуск. С сегодняшнего дня в Барнауле начали выдавать путевки в детские сады Получить именной документ можно не только в Комитете по образованию, но и в самом дошкольном учреждении Бежать за путевками сегодня тоже не нужно Их можно будет забрать до 28 июня В мэрии города поясняют, места в детсады получили все барнаульские дети от 3 лет А вот малыши ясельного возраста обеспечены путевками в детсады пока лишь наполовину от потребности Поэтому многим из них придется пока посидеть дома А сейчас о событии, которые вся страна отмечала 9 мая Мы решили еще раз напомнить, как барнаульцы и гости нашего города встречали День Победы Самые яркие моменты празднования в сюжете Анастасии Дороган Утро Победы встречали цветами памяти, красными, как символ унесенных жизни и белыми цветами мира Те немногие ветераны войны, у которых еще есть силы лично присутствовать на празднике Этот день начали на главном мемориале края вместе с сотнями барнаульцев Сейчас я ей как раз рассказывала, для чего горит огонь Говорю, это как бы символ того, что в наших сердцах тоже горит огонь памяти То есть мы должны помнить тех людей, которые погибли за то, чтобы вот эти наши маленькие сейчас внуки ходили по земле помирной Там и подходили к героям союза А здесь просто солдаты Подвиг не успели совершить, но погибли, тоже погибли за счастье, за мир Здравствуйте, товарищи! Парад военный сменился гражданским Вот уже седьмой год Барнаул участвовал во всероссийской общественной акции «Бессмертный полк» В главной площади города пришли почти 50 тысяч детей, внуков и правнуков Тех, кто прошел всю войну и тех, кто не вернулся Похоронка пришла почти сразу А что бабушка о нем рассказывала? Какой он был человек? О, она всегда его искала, долго ездила, искала, находила тех людей, которые с ним Последние видели его перед боем Смотрю, думаю, как хорошо, что память живет Миллионы, миллионы героев, которых мы потеряли Но хорошо, что люди помнят и читают Кстати, впервые акция прошла и на закрытой территории В этом году в ряды «Бессмертного полка» встали и барнаульские заключенные Принимал участие в войне с японцами Ну, как я помню еще пацаном рассказывал Он на мысе, там любимый такой где-то есть Как отверженно шли самурайцы с мечами на пуле Прослужил он 8 лет, имеет два ордена Центр Барнаула 9 мая на несколько часов стал огромным стадионом с 4 тысячами бегунов Дистанции в один, два километра для начинающих, 5 и 10 уже для подготовленных марафонцев А вместе это кольцо победы Хочется в день победы прямо вот себя победить Вот скажите про вот этот самый первый забег, в котором вы участвовали Это был 1974 год, ровно 45 лет назад Мне было 18 лет, я бежал в честь Дня Победы Тогда была длина 20 километров Многие участники праздника могли оценить выставку ретроавтомобилей Черный воронок, машина Победы ГАЗ-67, американский додж Все машины на ходу, собранные любителями по деталям Его козлик называют все в просто народе Козлик, потому что, да, козлик, потому что эта машина, когда едет по бездорожью, очень сильно прыгает Козлит, как выражаются в народе Многие детство свое вспоминают, потому что многие на них работали Они трудились в армии, трудились в колхозах эти машины Но какой день Победы без песен Катюша, синенький платочек, темная ночь Их мотивы по первым нотам узнает уже четвертое послевоенное поколение россиян Зрители пускались в пляс, подпевали и пели сами Ведь для тех, кто вырос под мирным небом Эти песни, как и память о великих подвигах предков Объединяют целый народ Путь дорожка фронтовая Не страшна нам бомбежка любая А помирать нам рановато И есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато И есть у нас еще дома дела Анастасия Драган, День с толком У этих людей дел тоже предостаточно Это я уже об участниках театрального фестиваля курсовых и дипломных работ «Шаг» Более двухсот начинающих актеров со всей страны дебютируют на Барнаульской сцене музыкального театра Обычно спектакли, которые ставят студенты и выпускники театральных вузов, не выходят в широкий прокат «Шаг» дает возможность оценить первые профессиональные постановки будущих звезд театра и кино «Шаг» продлится пять дней За это время на сцене музыкального театра сыграют 10 спектаклей Покорять театральные подмостки Барнаула будут выпускники из Москвы, Перми, Новосибирска, Кемерово и не только Нам нужны кадры Поэтому изначально миссия была такова, чтобы привлечь сюда студенческие команды Которые впоследствии возможно останутся здесь у нас работать И учитывая, что четыре фестиваля уже проводилось Естественно, у нас уже есть ребята, которые это Виталий Селюков, Юлия Пермякова То есть те ребята, которые остались после фестиваля работать в нашем театре Мы очень надеемся, что и после этого пятого юбилейного фестиваля Кто-то из ребят влюбится в наш театр, в наш регион, в наш город и останется здесь у нас Официальное открытие фестиваля пройдет завтра в 17.30 в музыкальном театре После торжественной части москвичи представят мюзикл Том Сойер Кстати, билеты на спектакли есть в продаже И цены весьма демократичные Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компании Валара У меня на этом все новости До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok